Мы доканчиваем то, что нам осталось от предыдущей статьи «Быть мемут», то есть быть наивным, а вот, да, и как бы там, насколько я быстренько вспоминаю, наивность совсем была не то, что по-русски наивность, а как бы бесхитренность, 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 да, и принятие, да, вот русская проблема, и принятие как бы решения свыше, но при этом не так все просто, да, и не так все очевидно и клирикально, а все-таки идея была в том, что кроме такого принятия у человека есть, или у человека силы есть филы, которые могут менять. И был пример сипурский с Яо, который Мишаеву сказал, что, в общем, ты будешь принадлежать смертной казни, потому что ты не занимался при Яо-Рвиа, а что тот ему сказал, я не занимался, потому что видел, что у меня будут плохие дети, а тот сказал, что тебе, мол, рассуждать, что тебе сказано, то и делай, то есть занимайся при Яо-Рвиа, размножением, то есть где-то рождение. Да, тот ему говорит, ну хорошо, давай мне свою дочку, если ты такой умный, а он говорит, нет, дочка тебе не дам, ведь почему? Ну, потому что я его, что с тобой уже все кончено, ничего тебе не поможет. Но тот ему говорит, все, кончай свое колет-нуаха в ЭТЦ, то есть кончай пророчество, от нее убирайся вон. Отвернулся к стене и заплакал. И вот на этом месте мы остановились, да? Мы начинаем. Да-да-да, вот Мияд, и вот тот вышел, да? Да-да-да, еще такая фраза была, что он сказал, мы кубальни, я думаю, мы бей тави-ави. Это было принято у меня, то есть у меня есть массор, это из дома отца отца, то есть дедушки, а именно Давида Мелоха, вот, что сфила может изменить решение. То, что если даже мечным человеком занесен, то он может еще... Да-да-да-да-да, окей, сабава. Ну хорошо, тогда начинаем отсюда. Вопрос только, Рэп Шимон, а кто с нами читать? Я боюсь, что вас будут сильно затруднять. Ну хорошо, давай начнем так. Во-первых, мы будем очень рады, если будешь нас затруднять. Давай начнем так. Мы чуть-чуть почитаем вот эту статью, ты посмотришь, какой у нас кэтсов, типа ритм, а тогда... Я смотрел, я записи смотрю, надо там. Ну давай, ну послушай, давай будем так. Если тебя не будет обижать, давай я тебе буду сильно помогать. Хорошо? Ну, я вообще буду в основном в записи, но я пока настолько... Ну хорошо, все, нет проблем, нет проблем, нет проблем. Я это хорошо, я в ритм знаю, что перекрати. Нет проблем, мы рады, что с нами. Окей? Хорошо. Я же читаю МИЯД. Вот здесь вот МИЯД. Следующая строчка. Вот я ее вроде подчеркнул, нет, вы видите? МИЯД ВЕЯСЕФ ХИСКИЯХУ ПАНАВ ЭЛ АКИР ВЕ ИТПАЛЕЛ ЭЛ АШЕМ ВЕЯВЕХ. Ну только, знаешь, это всегда в танархическом иврите, когда вафф обратный, переворачивающий, то всегда на нем. ВАЕВ. Как? ВАЕВ. ВАЕХ? ВАЕВВХ. ВАЕВ. ВАЕВХ. Да, молодец. ИСКИЯГУ... Тут ХЭД должен стоять, то есть КАВ должен стоять, ББХЭД. ББХЭД. Ну, может быть, и есть КАВ. Хотя это PDF, поэтому это должно быть так. Это, наверное, тут и есть КАВ. Я похожа на Б. Окей? Ну, хорошо, давай переведем. МИЯД. Что такое МИЯД? Сразу. Правильно, ВАЕСЕФ. ВАЕСФ ЭТОЛ ИСТОВЫ. Повернулся. Да, отвернулся. ИАГУ лицом. Лицо свое. Отвернул лицо свое. В стене. Правильно. И замолился Всевышнему. Да, и молился Всевышнему. Вот. ВАЕВХ. ИЕВ – это Левкот. И плакал. Правильно. ИСКИЯГУ. Да. Большим плачем. Замечательно. Дальше. ВАЕХЭН. Да. АЛТАТ ФИЛАТО. Да. ИСКИЯГУ. Правильно. ИСКИЯГУ. Почему-то. ИСКИЯГУ. Да, да. Окей. ИМАТЭЛ – это КЗИРА. Правильно. КНЕЙМАР. 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 ИСКИЯГУ. ИСКИЯГУ. КНЕЙМАР. АМАР АШЕМ ЭЛОГЕЙ. ЭЛОГАЙ. ДАВИД АЛИХА. ДАВИД АЛИХА. ШИИ. ШАМАТИ. ШАМАТИ, да? ТФИЛАТЕХА. ТФИЛАТХА, да. РАИТИ ЭТ ДИМАТЕХА. Ну, это как бы, да, 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 да. Такой, не понимаю, ну, рифмованный, типа, получается. Ну, ДА, 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 ШАМАТИ, ТФИЛАТЕХА, РАИТИ, ДИМАТЕХА. ИНЕНИ ЙОСЕФ. ДА. АЛЬЯМЕХА. ХАМЕШ АСАРА. ХАМЕШ АСРА. Ну, это стандарт, да? ХАМЕШ АСРА. ХАМЕШ АСРА ШАНА. Правильно? Правильно. Правильно. Это 38-й, 14-й, 38-й глава, 14-й стих УИШАЕЛ. Да? Окей, ну, хорошо, давай тогда переведем этот кусок. ВЕАХЭН АЛЬТАТ ФИЛАТО ШЕЛЬ ХИСКИ. Ну, ХИСКИ, АУКИЛИ. ЛЕВАТЕЛЬ ЭТА КЗИРА. Изменил ли его, судя по-другому? Ну, да, мы стараемся ближе к тексту. ВЕАХЭН. АХЭН – это действительно, и действительно. АЛЬТАТ ФИЛАТО. Поднялась его от ФИЛА. Ну, то есть, поднялась, в смысле была... Да, молитва. Да, принялась. Да. ЛЕВАТЕЛЬ ЭТА КЗИРА. Да, Бетуль. И отменила его, соответственно... Отменить приказ. Приказ. Да. Приговор-то был. Ну, приговор, правильно, даже лучше приговор, правильно. Кен Эймар, как сказано... Вот сказано... Да. Продолжение. Ну, да, то есть, продолжение, это в книге Ишаяу так сказано. И что сказано? Тогда, видимо, вернулся к нему Ишаяу и сказал... ВЕД ВАРАШЕМ ЭЛИ ШАЯУ ЛЕМОР. Да. Что еще я ему сказал? АЛЛОХ ВААМАРТ и сказал ему... Я думаю, АЛЛОХ ВААМАРТ, я думаю, что он вернулся к Исхияру. Ну, мне так кажется. АПСМОТОЧИТЕЛЬ АЛЛОХ ВААМАРТ, я думаю, что он или по-новой сказал, в смысле, АЛЛОХ, как еще один из Ивул сделал. Ну, то есть, он повторил, вернулся к Исхияру и сказал... Я говорю, и сказал... КОАМАР АШЕМ. Так говорит Господь Давида... Да, Господь, Бог Давида, Отца твоего. АЛЛОХ ВАМАТЕЯТ ФИЛАТЕХА, РАИТЕТ ДЕМАТЕХА. Услышал молитву твою. Да. И увидел... Видел слезы твои или слезы твои? Слезы твои. Да. И ныне Юсеф. И вот... Да, и ныне это я. И вот я добавил... Да. Твоей жизни. Твоей жизни, Алья Иоанеха. Да. И дни твоих. Я добавил твоим дням, да. Пятнадцать, понимаешь, лет. Да, вот все это. Да, это было как бы то, что была идея. Что, несмотря на слова пророка, от Фила... Я вижу, что ты конченый, а ты еще, понимаешь, 15 лет получил. Да, 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 да. И он... И вот Фила, и Шайл добавил 15 лет. Такая девушка из него тогда. Ну, да, да. Ну, правда не было. Ну, внуки... Но дети такие у него родились неправильно. Это было, что было, то и было. Ну, да. Окей, хорошо. Идем дальше. Ань, да, мы по кусочкам читаем. Ну, так бы не очень большим, но по кусочкам. Вот ты читай как бы вот этот вот абзац, да? Хорошо? Вот это вот метон или метон, что такое? Метон, да. Потому что там как будто «Н», там как будто «Н». Нет, это, да, да, метон. Все-таки «Х» это «К» все-таки. Да, только заглавие у нас «Кухашельцвила», правильно? «Сила молитвы». Да. Так, метон, медраж, морфлазе. Тот я не поняла, что такое метон из чего-то там. Из этого замечательного медраша. А, из этого замечательного, чудесного медраша. Невакэш, ледлот. Вот этот ледлот, чтобы меня с ним... В данном случае это как бы дословно вычерпать. А, вот. Отсюда из этой самой притчи мы выводим две момента, которые друг другу мы связываем. Да, мы можем как бы вот подчеркнуть. А, вот мы все, кстати, подчеркнуть. Вот это то же самое. А, вот, что слово «длот» у меня должно быть. Да, 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 подчеркнуть сто процентов. Ослаблять что-то. Да, вот это лето типа черпак, да, все правильно. А, как видео, хорошо. А, эхат. Так. Из киягу ахэн раа барух кодшо вэ аль... Вэлло, вэлло. А, вэлло бээмтайм магиим. Магиим. Магим, кеатидим, лацэт мимэну, ваним шээйнам мэолам. Мэулин, мэулин. Нехороший. Ну, я поняла, у меня все записано. Молодец, молодец. У меня все записано. Молодец. Значит, первый пункт. Из киягу увидел, так сказать, вдохновением, божественным вдохновением, святым духом. Ну, вот так в общем получается, не по-нашему. И, значит, а не посредством магических средств, а именно божественным вдохновением. Да, это закрывает вопрос, который у нас мог бы быть. То есть, ну, а чем его видение отличается от маги? Ну, я почерплюсь, что у него было по-настоящему, а не по-черному. Что в будущем произойдут от него, в будущем дети, так сказать, не очень хорошие. Ну, нехорошие, да. Не замечательные, скажем так. Да. В элефанеха... Не, лэфихах, поэтому... Лэфихах, вот я. Лэфихах, мован, ретоно, лэ... Йимне. Лэгимана. Йимана. Это типичный фильм, типичный фильм. Хорошо, вам не поняла. Не приятно. И поэтому он, значит, ну, как бы было понятно его желание, его желание отказаться от, значит... Ну, да, дословно устраниться, устраниться. От жениться. Да. Так скажем, деликатно скажем. Да. Ах, лэмрот, ах, лэмрот зот. Ламрот, слеха, ламрот. Ну, я поправляю, правильно, если я имею в виду? Ах, ламрот зот. Несмотря на это. Правильно. Так. Мадрих, подожди, Мадриха, в каком там будет... Мадрихото Ишайягу наставляет, ну, получает его Ишайягу. Шело зе адырых, аныхуна, бе авадо ташем эле. То есть, что это неправильный путь, наставляет, что это неверный путь служения Всевышнего. Да, и говорит. Я думаю, что это тут пассивно. Мэ цу вэ. Мэ цу вэ. Мэ цу вэ, алэй хала асот. Мэ цу вэ, алэ хала асот. Аса, асэ. Что приказано тебе делай, асэ. Что приказано тебе сделать, сделай. В маши, у маши тоф, бэ и не ашэ. Асэ. Асэ, да, то, что тебе приказано, делай. А то, что будет угодно, он сделает. Я же не он сделает. Дай сказать, ты, господи, что такое пелня газа имбургская. Мамаш Капируш Раши, согласен, так как... Да, очень это очень похоже на соответствие. Как комментирует это в соответствии с комментарием Раши. Да. Мамаш Капируш Раши, будьте безхитростны. Принуждите, господи, ну дай сказать. Что ж такое пелня газа. А, слегка, слегка, слегка. Как комментирует Раши в его комментариях к фразе, вот это будьте безхитростны. Правильно. Аль тахкор, аль тахкор ахарей атидот, не исследуя будущее. Да. Эль коль ма шиево алейха, а вместо этого, что приходит, что как бы приходит к тебе или приписано тебе, как бы, дает минут, принимай вот просто тесно. Да, 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 да. Так, ну кто теперь... Ну хорошо, ну давай, да, ну так все, шустро, замечательно. Ну давайте по таким кусочкам, кто у меня следующий список. Ира, ты можешь читать, вы на кудашние? Да. Читай, близне, быстро, чтобы все успевали. Чтобы все успевали. Ну когда мы там, ты... Муфлеа, Мегаришана. Гены, а та... Подожди, мы вот здесь, вы на кудашние, а? От Муфлеа, Мегаришана. Да. Второе замечание, вторая точка, еще более чудесная, чем первая. Да, еще более крутая, чем первая, да. Да. Эгены, а та... Мегавхим, га... Йоц... Йоцрод. Йоцрод. Давай по кусочкам переводить. Это такое, ну, я не знаю, ну хорошо, Аня всем говорит, что я забегаю вперед. Ну, надо человеку, человеку, человеку сказать, господи, что... Да-да, я молчу, но вот, видишь, я останусь. Да, Ир, мы с тобой. Вот сейчас превращаются эти роды в варенья. Не-не-не, это такое, ну, все правильно, только это такое выражение. Метапхим, а йоцрод, это все прямо наоборот. А, бассейдер. Это такое выражение. Все, оно и в современном, видите, тоже есть, но меньше, так и оно более высокое. Но это, как бы, идея такая, и все, и вот все ровно наоборот. Вышайяу генавик, как вы, в Харацут. Харацут. Квар, не к зера, зера, ве и, не шарут, ле батала. Ле батала. Да, переведи, плиз, в Ишаяу. Да, в Ишаяу постановил в строкстве. Ну, постановляет. Это у нас в настоящее время КУВЭ, Нехрацот. Нехрацот? Да, что такое Нехрацот? Ну, как-то определенно, точно. Нехрацот – это решительно. Нехрацот – это решительно. Да, решительно. Например, Харацет Дино – это он определил его будущее. То есть Нехрацот – это что-то такое. Или, например, говорят Харцует Дино. Обычно так говорят, когда человек еще... Еще его суд никакого не было, а уже СМИ сказали, что он виноват. Это называется Шем Харцует Дино. А Нехрацот – это решительно заявление. То есть однозначно решительно заявление. Окей. Что он сказал? Главное, что он уже вынес на приговор, чтобы он не был отменен. Правильно. А так, если я, что он не был отменен, что он не был отменен. Да, правильно. Что он не был отменен. То есть он до конца врубился, понял ифним – это слово «принять вовнутрь». В смысле не лекарство «принять вовнутрь», а в смысле как бы «осознать». То есть он осознал до конца, а том – это «до до конца». Кстати, тоже в данном случае это нет смысла СМИМУ. Но корень тот же самый. В смысле до конца совершенно. Это вот тот же самый том. Понимаете? И то, когда, например, «тама откуфа». «Тама откуфа» – это закончился период. Это совершенно нормальный иврит сегодняшний. Но вот в данном случае говорит, что ифним оттом – это мессер. То есть он до конца, он совершенно абсолютно однозначно, он как бы врубился или принял на себя, или понял. Вот это мессер в смысле сообщения, которое было… Месседж, который был ему сказан. А именно… Опять вот это выражение. Я думаю, что… Бегдей кавши дархамана. Дарахмана. Беады кавши дарахмана. Лама. Лама лыха. Да. То есть… Да-да. Ковыряться или там узнавать, или открывать сокрытие. Зачем тебе? Да, правильно. Но это все длинное предложение. Это пока что это все… Медалилану. Да. Если можно переводить Мегалилану, он нам открывает. Вот теперь начинается само сообщение. Что только шиэйна лифоль ада смаха… Переводи, мы его посчитали. Если можно переводить. Угу. Ши лорак шиэйн лифоль… Обязательно действовать на основании… Рабочей установки. Да, рабочей установки. Поставил в кавычки, потому что это такое бытовое выражение. Анахат Абуда – это рабочая установка. Ну, видимо, как по-русски, рабочая установка. И мы исходим из того. Предопределение будущего. Ну, да. Приговоры, когда выяснили… Тут даже немножко покруче сказано. Мегалилану ши лорак ши эйн. Вот это выражение ши лорак ши эйн означает, что не только что… То есть сейчас будет закручиваться. Не только что не надо действовать на основании этой рабочей установки, о том, что будущее предопределено. То есть не только фатальность, а еще больше. Эйн, закабла, кляль. Эмэта, мухлэтэт. Мухлэтэт, да. Мухлэтэт, переведи вот это. А наоборот. А наоборот, более того, или наоборот. Понимать как истину в последней инстанции. Правильно. Как, ну или дословно, как правду, истину абсолютно. Да? Не только фатализм, но и не принять ее как вот абсолютную истину. Лешно та, да. Которую нельзя поменять. Которую нельзя изменить, правильно. Лефихах. Лефихах. Поэтому лефихах гумашивы лешаягу Леха умышив. Лефихах умышив лешаягу Бе Озз. Бе Озз. Он ответил лешаягу сильно. Ну да, Озз это дерзко, мужественно, решительно. Выбирайте все, что вам к этому месту подходит. Довольно дерзко сказал. Озз довольно дерзко ему сказал. Да. Бенамутс. Нет, Бенамутс. Бенамутс. Это Ишаево Бенамутс. Ну то есть он ему сказал так довольно... Это Петрович. Петрович. Да, Петрович. Он сказал, Петрович Васильевич, кончай эти самые разговоры. Прекращай свое пророчество и уходи. Да, да, да. Ну давай. Моя молитва пристекающая из стен сердца моего. Ну, в смысле, из самого сердца. Моя молитва пристекающая из стен сердца, да? Моя молитва пристекающая из стен сердца, да? А стоит выше твоего пророчества. Да, стоит выше твоего пророчества. Да, правильно. Иги, в смысле, ксила, да? Это консобное. Отсечь, разрезать. Ликро, это... Ну, это тоже такое выражение. Особенно это еще актуально к Росшана. Он не зря эту статью выбрал. Ликро, Зорарагди. Будущее. От конца до конца, от края до края. Да. Ликро, Зорадин, это мамаш из филота Росшана. То есть разорвать дословно, ну, либо отменить, аннулировать злое решение. Ро, Зорадин. Здесь написано Ро, Зорадин. Ро, это в смысле, ну, как бы, нехорошесть, плохость, как угодно, да? Приказание, Байл-Шамот, это Ахит, Микоцил и КЦ. И действительно, изменить будущее, ну, как бы, совершенно, дословно, от края до края. Окей? Хорошо? Саш, ты с нами? Ты будешь считать? Саш? Саша? И попробуй сейчас. Давай, нет проблем, мы тебе поможем. Льет наиве КМО Раши. Отлично. Ну, быть наивным. Да, как раз. Как раз. Замечательно. Да. Бэдварей. Бэдиврей. Бэдверей. Бэдверей. Гибрей. Бэдверей. Бэдверей хискеял. Бэдверей. Бэдверей. Гнуза. Да. Гнуза. Машмууд. А мука. Ле мотса. Ле митсва. Да, замечательно. Гнуза – слово «гнуза». Можно было бы сказать «спрятано» словом, «даш», «игбе» или еще как там, «экупэлит», как он говорил. Гнуза – это высокое слово. Это всегда спрятано что-то сокровище. Поэтому по-русски это одним словом не перевести. Если передавать точный смысл, надо было бы несколько слов. То есть спрятано – очень важный смысл. Что-то как бы этого. Может, могу там указать митцву? Значение, глубокое значение митцвы? Да. Быть тамин, быть тамин. Да, окей. Дальше. Миша. Миша Тимахер. Не, Митмахер. Митмахер – это слово и в современном и вреде, и все. Это наркозависимость. Наркозависимость в современном и вреде. Но здесь, конечно, это не про наркотики, а в смысле пристрастие человека, который не боялась, что-то делает. Пристрастие. Лиха Тимахер. Лахкор. Лахкор. Рахкор хотит исследовать будущее. Ну, пытаться, да, пытаться все время раскрыть будущее. Вера, бо, кизра, ши. Зира, ши, нитна, лешинуй. Ши, нитна, лешинуй. Да. Исследовать будущее, думая, что это приговор, который невозможно изменить. Ну да, то есть тут две вещи, которые неправильно делать. Первое – это пытаться открыть будущее, называется лахкор. А второе, если человек его открывает, то принимать его как вещь, которая фатальная, которую нельзя изменить. Дальше. Алуль. Алуль. Равот. Лабет, лабет. Равет. Это эмуна, в гатмина. Мима, да. Бахера, ховшит, в лепакек. 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 Пикпук. Пикпук – это сомнение. Ну, корму пкак. Что, что, что? Ну, пкак, да. Да, правильно. Так что? Так вот, да, действительно, тот, который пристращит, пристращит. Пристращает. Подседает. Не знаю, который пристрастие, да, да. Но который подсел. Подсел, правильно. Ну, кстати, иметь обыкновение или иметь такую, так сказать… Вот что. Время открывать будущее и видеть в нем как фатальный приговор. Алуль – это всегда плохо, это мы знаем, правильно? Алуль всегда с отрицательным значением. Он способен, по-русски, способен, может быть, и плюс, и минус. На иврите – это алуль всегда с минусом. Он способен потерять веру. Да. Наивную искреннюю веру, наивную искреннюю веру. Во что? В свободный выбор. Правильно. И сомневаться в возможности чувы. Да, вот это вот вей – это чува, да. Возможности чувы. Вы предотвратите… Ну, лекро – это даже разорвать. Нет, лекро – это не темно, а лекро – это не темно. Лекро – приговор. Да, разорвать, отменить. Страшно – отменить приговор. Плохой приговор. Правильно. Бэкхах. Бэкхах. Гафах. Не, офэх. Офэх. Гу льет мишевет. Мешуаба. Мешуаба ле фантум. Ну, это патус. Патус. Типа греческое слово. Сколько пишут, что такое патус, на иврите смысл гзератагура. Гзератагура. Кмошэ бэтрагэдию тьяванит. Мухатрая трагедия шэ бэхэм мунэхэт. Мунэхэт. Мунэхэт лё рак софэ ха? Софэ. Мунэхэт лё рак бэсофэ намар? Мунэхэт лё рак бэээцэм ра шэвэт жата туалі. Тоталі. Мунэхэт лё рак гураль шээн кох адам лігахарец мимэну. Замечательно. Давай быстренько перейдём. Бэхах о фэх у ле йот мэшуабад ле паатос гзератагураць. И таким образом он превращается, о фэх, это в смысле превращает себя. Превращает себя в раб. Рабский перевод – рабский подчинённый. Это от слова эрит, правильно? Мэшуабад, который подчинён, в смысле раб, становится рабом чего? Преговора. Преговора. Не фотошка кафарки. Без рата гураль, они хотят что-то ближе, что вот это… Да-да-да-да, ну фазолизм, да. Неизбежность… Неизбежность переговора. Как в греческих трагедиях… В этих трагедиях… В этих трагедиях… В этих трагедиях… Не только горечь, я бы сказал. Не-не-не. В этих трагедиях… Он говорит, что тут… Не только… В этих трагедиях… В них есть два момента. Первый момент – они все кончаются плохо. Он говорит, что это не только, что они кончаются плохо. Дословно, в них заложен горький конец. В них нет… В них нет… Не только то, что заложен горький конец, а еще… ЛА, а еще… БС… БС… Тотальная… Да. В них не только заложен горький конец, но и… Тотальная… Тотальная зависимость… Тотальная зависимость, да. От приговора судьбы… Да. И нет у человека сил… Освободиться от нее… Лейхалес. Освободиться от нее. Да. Лейхалес. Лейхалес – очень важное слово в современном рите. Все. Что такое коаххилукс? Кто знает? Ну, вот я не знаю… Упасения. Ну, да. Аня, меня поправь. В современном русском языке… Эсэкчейд называется. Да. Силы, что такое… Эмэрджи. Да. Эмэрджи. Да. Коаххилукс – это… Хилукс – это спасатель. Кстати же, от этого слова халуцин. Правильно? Халуцин – это первооткрыватели, первые эти… А, пионеры. Да, пионеры. Ну, да. Те, которые… Первое льет… Первое льет… В землю Израиля, они назывались халуцин. Ну, вот… А здесь у нас, соответственно, ефип… То есть… Лейхалец. То есть, не он спасает кого-то, а его спасается. Он не может от этого спастись. Это такой… Пассив. Правильно? Окей? Хорошо? Замечательно, Саша. Яш, читаем дальше. Ал река… Ал река… Аллах нефеш… Псими… Да, Псими… 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 Зе… Зу… Да… Амашпил… Адам… Аддака… Ну, да… Баа… 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 Тора… Лешахрер… Это Адам… Да… Кабли… Кабель, слово… Кабель… Микивлей… 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 Ну, по-русски Путы, по-видимому, такое было выражение красивое… Кзирот… Кабель… Которым ты… Кабели… Ты машину забудешь, когда… Кабели… 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 Гизрей Агураль… Да… Кзирот Агураль… Ну, да… Космим… Ну, да… Космим… Космим… Клугуны всякие, да… Меунаним… 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 Это тоже… Которые взывают мертвым, по-моему… Ну, в общем… Ну, это та самая черная магия, которая была… А… Он их перечисляет… Да-да… Он их перечисляет… Бригаду вот этих всех товарищей… Да-да-да-да… Тут перечисляет все, как они в Тории перечисляются… Ну, в общем… Это все колдовство… Какое точно… Может, желающие могут потом посмотреть… Ну, вот эти вот… Космим… Унаним… Ого твои… Еду… Аним… Слово… Лада… Знать… Вот это вот все… Это перечисление колдовского дума… Гороскопы… Гороскопы… Да… И всех этих… Гороскопов… И всех обладателей гороскопов… Правильно? Ну, то есть… Астрология имеется в виду… Гороскопов имеется в виду… Дальше… Замечательное слово… Мит-мат-мим… А-мет-там-темим… Мит-там-темим… А что… Живущий в Израиле… Что означает слово «метун-там»? Это «пля». Идиот… Глупость… Там вообще идиот, правильно… Метун-тама – это идиот… Обратите внимание… Игра на иврите… Это очень часто… Тут как бы там у нас был… Вот это вот… Там… У нас был… Правильно? А здесь «тет-мем»… Зачастую очень близкие по значению слова… там был невинный бесхитростный а здесь это невинный бесхитростный а вы переводите с самого начала просто переведите я не мог удержаться доходить до идиотизма мы там там это этот самый окей где был начало а не правильно сказал я виноват мы там темим это мы там темим это ну да это выражение с тех пор до сегодняшнего дня окей ну хорошо давай переведем по-моему с самого начала должны переводить на фоне правильно на фоне ну смотри Аллах в данном случае это имеется ввиду вот такого душевного процесса правильно душевного пессимизма да процесса вот такого душевного пессимизма правильно в чем его пессимизм в том что он во-первых пытается отгадать а когда он отгадывает а да слегка греческая во-первых черный конец а во-вторых невозможно изменить ну и понятно человек тогда становится пессимистом окей конец плохой и изменить его нельзя конечно а машпиль да влияет не машпиль это такое слово унижающее унижающее принижающее вот ашпала это унижение он прошел ашпалот о авар ашпалот это вот из приговора в суде о авар ашпалот или уи шпилят мишу да ну шпилька может быть отсюда здрасте да вот этот вот этот малах да вот такое душевное состояние оно унижает человека да до чего от дака я думаю по песчинке ну что ну какая-то пылинка песчинка дака ну да может быть хотя честно это измельчает это измельчает вот BONHY может быть хотя если хотя смотри мне кажется да может быть хотя мне кажется что поскольку то какая-то психология вот я же может у жены у Оксаны спросить мне кажется дакадис от слова дикаон он доводит до депрессии просто понимаешь это дикор это депрессия то есть ну во всяком случае он доводит его до какой-то совершенно такой точкой обязательно в которой он совершенно пессилен я бы сказала человек унижает просто до праха до уровня праха Ну, хорошо. Моя ощущение, что это дикаон, но ты тоже, может быть, права. Окей. Дикаон, это что-то, да, это мелочь какая-то вообще, а не о чем. Что-что-что-что? Ну, это дикаон, это же измельчать, там глагол какой-то есть, там измельчать. Да, но дикаон тоже очень похоже отсюда. Ну, хорошо. Ледаке, ну, во всяком случае, смотри, ледаке – это синоним леошпиль. Леошпиль – это унижать, а ледаке – это человека умедакеутого. Это сильнее, чем унижать. А, подавлять, вот как, подавлять. Ну, да, ходит человек в некоторое, в общем, подавленное состояние, мне так кажется. Окей, ну, в общем, более близко к тому, что мы говорим. Дальше, вот напротив всего этого, или на фоне всего этого, ба-то-ра, приходит Тора. И что делает? Освобождает. Правильно, освобождает человека. От чего? Кабель – это кабель. Кабель – это веревка. А откуда вот этой самой ксерат-агураль? Предначертанности его. А дальше перечисляет она всех. Кому она всем принадлежит? Это удел всех. И они перечисляют в этих колдуны. Такие, сякие, сякие, эдакие. И вообще все, кто занимается гороскопами. Ну, то есть, вот Астала, Коль, Бале, Ароскопи. Да, дальше что они делают? Ну, он играет здесь на вот это вот. А отупляют. Отупляют, отупляют. Ну, да, 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 да. Я даже думаю, в смысле, что, ну, отупляет. И там, вот эта вот игра, я думаю, с одной стороны, там – это бесхитростная. Человек, который принимает все. И, более того, у нее еще возможность изменить. Это все дает возможность, что он, как бы, не пессимист и ни в дековоне, ни в этом самом, в отчаянии находится. А наоборот, наоборот, он принимает все, ну, можно сказать, с радостью. Вот. А с другой стороны, еще понимает, что он может изменить. А вот это вот все, что здесь было, как бы, перечислено, это все мы там тем, это лавобот. То есть, и делает им тему, и закрывает их. Ну, и как-то, в смысле, оскверняет, делает их закрытыми, и все. Вот это вот тимтум – это противоположное от слова «там». Окей? «Меаз ва даем». И так до сегодня. Да, с тех времен. «Меаз» – это всегда с того времени, правильно? С того времени до наших дней. То есть, вот этот процесс, процесс, он продолжается, он имеет место быть с тех времен и до наших дней. Ну, хорошо, читать окончание этого абзаца. «Етералкен». «Етералкен». «Более того». «Хазаль». «Да?» «Меламдим». «Да?» «Киеш давар аумеда». «Афилу меал лекзират эмет шен анави». «Дави». «Давай, давай перейдем». «А-а». «Етералкен». «Более того». «Более того». «Хазаль». «Ну да, Хазаль». «Учит нас». «Да, Хазаль передает мудрецы, можете говорить просто «Хазаль». «Хазаль» – это «Хахамим, Зихранам, Либрахам». «Правильно?» «Это Рашид и вот аббревиатура». «Учит нас». «Да». «Что ешь давар, понимаешь?» «Да». «Аумеда, афилу стоять». «Ну, который находится». «Умед в смысле стоять». «Но по-русски так не значит стоять». «Который находится». «Вещь, которая превосходит даже». «Да, ну, литература – это его даже приговор». «Да, приговор. Ну, кого здесь имеется в виду, кого приговор?» «Приговор пророка». «Да, да. То есть не просто вообще Гораля. Да, вообще круто, да. То есть, и кроме того, это «Гзират Эмед». То есть, как бы, Ханан Парата надо объяснить две речи. «Истинный приговор». «Ну, да, что это приговор-то настоящий. Он же, как бы, Ишаев – это настоящий пророк. То, что он говорил, это, как бы, настоящая вещь. Он же не сам придумывал, правильно? И поэтому тут из-за этого проистекает сила Хискияу, что он отменил не просто что-то, там, предначерченное, там, магия, не знаю, все реальный, настоящий приговор, да. «Ву, Бали, Дэй». «Да, читай дальше». «Ву, Бали, Дэй, Битуйю». «Да». «Види врей Ашем на Хиския». «Да». Ну, хорошо, переведет кусочек. «Бали, Дэй, Битуй» – это стандартное выражение на современном иврите и всегда. «Бали, Дэй, Битуй». И он находит свое выражение. «Ватэ» – это выражать. «Эхатамэватэдзе». Как ты это выражаешь? Как ты это выражаешь? «Битуй» – это выражение. «Да». «В словах Всевышнего Хиския». «Правильно». Что он ему сказал? «Шамати» – это «атфилатеха». «Атфилатха». 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 «Атфилатха» – это «диматха». «Правильно». «Видал твои слезы». Ну, не видал. «Видал все-таки». Ну, ты правильно говоришь? Ну, это немножко такое. «Видел все». «Видал». 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 «Мы таких видали вообще. «Видал» по-русски, знаешь, что мы таких вообще видали, этих пацанов. «Громные». «Да-да, здесь все-таки видел». «Видел» – это более-более так нормально. «Видел твое». «Я слышал твою молитву, и я видел твои слезы». «Ну и поэтому дальше там продолжение какое, что я добавил тебе 15 лет». «Ну, хорошо. Нам… Давай, Саш, вот на твою эту самую выпалу. Давай, читай вот это». «Подожди, а мне…» «Мы тебя пропустили? А, да, слегка-слегка-слегка. А мы, девушки-то, мы все-таки мужики пишем. «Ну да-да-да, бедали мы вас, да, шамати, да-да-да». «А ну-ка, девушки, а ну красави». «Да-да-да, но вообще, это вот шамати-то тоже, современные, видите, это тоже, когда человек еще такой лапсу на уши вешают, да, и он говорит, да, шамати-шамати-шамати, да, слыхали мы это, вот точно русское слыхали, абсолютно, сто процентов. Когда человек тебе начинает лапсу на уши вешать, и говорит, я тебе так сделаю, так сделаю, и так сделаю. Ты считаешь, что он тебе вешает лапсу на уши, это совершенно соответственно действует. Тогда ты ему говоришь, а-а, шамати-шамати-шамати, мы слыхали, точно как я же перевел. Ну, хорошо, Ань, давай, давай этот кусочек ты читай. Ну, давай. Так, вот это вот, это какая-то цитата, я только не знаю, откуда. Лев Йодея, Марат Навшо. Да, это какая-то цитата, я не помню. Знает сердце горечь свою, как-то так, или горечь души своей, что-то такое, я не знаю. Ну, то есть, как бы, это связанные вещи, есть сердце, есть душа, и как бы сердце, сердце, оно, кто лучше, чем как сердце, знает душу, ну, вот как бы такая, вот такая. А, вот так. Марат Навшо, да. Такое. Марат, в смысле, горечь, от слова Мар. Мар горечь, я так сказала. Горечь души своей. Да, да, да. Вот. От Кама, Ногаим. Ногаим, да, Ногаим. Насколько трогательнее, какие-то, как они беспокоят нас. Да, трогать, кстати, по-русски слово, трогательнее, 100%. Насколько они нас трогают, эти слова. Да. Кама, Мехалим, Анну, Баямим, Эли, Левко, Эт, Арафилей. Арпилей, Арпилей. Арпилей. Масан, вот это слово, Масан. Вот это вот не Масан, я думаю, это Масах. Масах. Мне кажется. Аатит, Лакабель, Тшуот, Леша, Алот, Кашот, Тардемот, Тордот, Тордот. Тордот, это Мох, Вет, Алев. Так, значит, насколько эти слова трогательные, насколько, Мехалим, как нам хочется, или как мы желаем. Да, желаем. Ихулим, это пожелание, вишес. Как мы, насколько мы желаем в эти дни. Дни имеются в виду в смысле Элуль, в предыдущих ваших странах. Месяц, месяц, да, Элуль. Так, в эти дни, Лакво, установить. Да, Левко, вы знаете, да? Левко, это пророк, когда птенец вылупляется из яйца, называется быкия. Быкия, это пророк чего-то. С другой стороны, например, долина на иврите, это пик А. Это то, что прорывает вот два этих склона, которые как бы образуют долину. Поэтому здесь, то, что он говорит Левко, это Белее Масаха 1. Это Алина. А пока это что-то разрезать тогда получается. Далина разрезает по полу как бы в небо. Ну, прорывает в смысле. Потому что следующее слово, Арпилей Масаха Ати. Что такое Арпилей? Это множественно от слова Арафель. Что такое Арафель? Туманное, что-то туманное. Ну да, туманное, Масаха это занавес. Это то, что мы не видели. Правильно? Да. Туманную, туманную завесу. Нет, туманное будущее. Ну да, то есть Левко, в смысле, прорезает или взрывает. Ну, найдите любое слово. В общем, так нам хочется в эти дни прорвать вот эту завесу туманного будущего и получить ответы на трудные или сложные и волнующие вопросы, вопросы, которые волнуют наш мозг и сердце. Только да, близко к тексту, вот это тордот, леотрит. Да, вот например, сейчас, секундочку, вот например, сексуальные представления, это называется отрода. Ну, отрода минит, а любая отрода... Домогательство, то, что домогает. Отрода, может быть, это, кстати, слово труд, кстати говоря, не знаю. Тешно. Отрода, отрода, это когда человек утяжеляет что-то на кого-то. Это называется леотрит. Ума три до те, это он ко мне пристает в смысле, что он у меня вот эти вот труды создает, да? Вот они тордот, это мох. Эти вот тяжелые вопросы, они тордот, это мох. Можно сказать, ну терзают. Достают мозги. Утруждают мозг, скажем так, да? Напрягают мозг. Ну, смотри, утруждают близко к этому. ТРД, утруждают. Ну, зато ему языки совершенно разные, просто совпадение. Утруждают мох, это лев. И мох, и разум, в смысле, и рассудок, и сердце, да. Человек себя при преддверии Рошана, он задает вот эти такие совершенно естественные, непростые для Роша Шана и для месяца ему предшествующим такие вопросы, да? Читай. Так, ма-и-е-а-лей-ну но-ха-хах. Так, подожди. Это актуаля. На этом говорит актуаля лет 15 назад, но которая вполне справедливо и понятная для нас. Ну-ха-хах о террорах, о гуэрх. О гуэрх. Что будет? Будет с нами или как это? Ну-ха-х это типа то ли? Ну-ха-х это когда мы видим или с толщим террором. Да. Будет с нами при наличии, а, ну вот при наличии, да. При наличии это такого ужасного, ужасного какого-то. Растущего террора, да. Растущего. Ми-и-е-уми-ямут. Ми-и-и-е-уми-ямут это просто слова. Кто выживет и кто умрет. Да, это просто слова из молитвы Роша Шана. А, точно, точно. Маалах. Маалах это процесс. Маалах. Шиват-сион стандартное выражение. Кто как это при пленниках. Ну, что будет с процессом Шиват-сион это высокое выражение статического движения. Пленики Сиона там что-то такое. Да, это не это не пленики Сиона. Это возвращение в Сиона. А, возвращение просто Шиват-сион. Да, да, да. Но это высокое высокое выражение поселенческой деятельности. То есть он говорит что будет с поселенческой деятельности. Вот что такое. Он тут дальше говорит про поселение. он говорит, что будет с начинаниями этих поселений только мифаль это предприятие имеется ввиду начинание не начинание, мифаль это тело что будет с поселенческим делом с поселенческим движением я окру а им я окру скажем вот так будут ли изгнаны эти поселенцы из своей земли правильно эй матай это выражение и когда и когда по покой когда же мы наконец получим немного покоя ну да, только не получим достоинство достоинство наконец-то ну да, еще и дальше чего еще у мигдаш и графы царства когда же придет это тоже стандартное выражение это и так хорошо там кто-нибудь так теперь Ирина, наверное Ирина теперь должна читать я все-таки всех обрала окей и последнее но это тоже это такое выражение это выражение опять же из философа давайте дальше человек дадим почитать Ирина там должна что-то вот это вот по-моему ты не прочитала нет? что я все прочитала где-то ну нет ну я тебе сказала цитаты стилим он будет править нами а, да я не услышал окей окей ну хорошо без смерти вот так вот да, да ну альмот в смысле до конца окончания веков как по-русски говорится окей Ира ты можешь вот этот кусок прочитать последний и этим мы закончим Да, переведи, пожалуйста Итак, перед нами предстоят эти вопросы и учат нас Не-не-не сейчас при-при-при-при НОХАХ это всегда стандартно это то же самое что РЭКО то есть присутствие сейчас секундочку НОХАЙХУД НОХАЙХУД это присутствие вот человека на работе прежде чем давать ему трудодавние зарплаты ему говорят заполни твой НОХАЙХУД то есть какие дни ты присутствовал на работе так вот НОХАХ это означает что ну вот на фоне всех этих вопросов или ну на фоне у меня сейчас бывшего слова не придумается по-русски мы перевел наверное было получше перед лицом тогда да про перед лицом можно сказать про перед лицом еще лучше этих вопросов учит нас РАШ в своей ну в нашем разделе в нашем РАШ и ходи перед всевышним в тмимути да сходи с ним в тмимути правильно надейся на него вот это вот интересно посмотри секундочку посмотри вот первое положительное а за ним где-то отрицательное то есть слово ТЦП в данном случае это антоним Тахкор ТЦП это пассивное смотрение когда человек ожидает что на него приходит понимаешь и отсюда же АРАЦУФИМ и отсюда же МИЦП и отсюда же МИЦПУР и отсюда же ЦОФИМ и так дальше правильно это все что просто высматривание человек смотрит что на него приходит а вот активное действие после запятой ВАЛЬТАХКОР АХАРЕАТИДОТ и не исследуй дословно не исследуй да исследуй будущее да да ну в смысле не открывай но видите действительно МИХХАР МИХХАР это исследование МАХКОНЛА МИХХАР это так самый знаменитый научно-исследовательский институт и так дальше окей в котором все по-моему работали Ага вот это опять вот это вот двойственная игра с одной стороны ТЦП с другой стороны Марина что на тебя приходит да а с другой стороны знай что ВАЛЬТАХКОР который перед нами нет сейчас который идет на тебя дословно Который, да, на встречу идёт. На встречу, да, да, на встречу. Знай. Да, это сильно. Да, лыха. Знай, то есть, будь уверен, точно знай. Да, лыха. Ваатит заталуй. И будущее, оно условное. Не, ну подожди, ну что ты придумываешь? Ир, с лыха написано, киатит хаба, я дыха. Давай просто дословно. Что такое отит хаба, я дыха? Я даже считаю. А, подожди, а ты уже сказали, мы сказали. Да, сказали. Будущее в твоих руках. А, правильно, молодец. И дальше я считаю уже. Ваатит заталуй. Да. Ме аль леколь. Да. Бетфилатха. Да. И будущее зависит, подвешено, на твоей молитве. Че-че-че-че-че. Ну, подожди, секундочку. Вот, сутки, аль леколь, это выше всего. Более всего. Да, то же самое, да, самая высокая стадия. Ваатит заталуй, а это будущее, оно зависит более всего. От чего? От твоей молитвы. Правильно. Бетфилатха. От твоего, от твоего. От твоих чувы, да. От твоих деяний. Сто процентов. Алькен бетмемут в гнаиве шель раши. Алькен, да. Эмор лецмаха в гешеф эль лепха. Сто процентов. Да, это, это вот, это заглавие нашей стадии. Ну, хорошо. И какой конец? Алькен бетмемут. Анаивит шель раши. Эмор лецмаха. Ве ашеф эль лепха. Тами тье и мешефа. Скажи себе и положи себе на сердце. Правильно. И поэтому с наивностью, с наивностью. Скажи себе, скажи себе и положи себе на сердце. И махаши молоко. Да. Бесхитростным будь с господом. Все, хорошо? Да. Хорошо, мы эту стадию закончим. Давайте тогда, ну, вот сколько-то успеем прочитать. Всюду опять не успеем, к сожалению. Ну, давайте хоть сколько-то прочитаем. Вот следующую, которую я подготовил. Это совсем другая история, скажем. Совсем, совсем другая история. Очень, очень драматическая. Очень жизненная. Это значит, что описываются в таких очень, ну, бытовых выражениях. Нажраться, напиться, буянить, скандалить. Вандалить, грабить и так дальше. В общем, это совершенно не та лексика, которая у нас была в предыдущей статье. Но мы на одном дыхании и переходим к этому. Хорошо? Была Ира. Хорошо. Саша, давай, можешь дать заголовок? Саша? Саша, раз, Саша, раз. Какой будет конец? Я не знаю, прочитай только. Ма-и-и-е-бас-а-фо. Да. Что будет в конце? Ну, его, да, я вот никак думал тоже, как перевести правильно эту статье, как заглавие. В общем, как звучало не очень хорошо по-русски. Но, по-видимому, что с ним будет в конце? И какой будет его конец? Дословно, какой будет его конец? Это такое выражение. Выражение – это бетун. Это такое выражение. Давайте переведем до вот этих вот двух точек. Хорошо? Парашат Китецле. Нет, раздел. Подожди. Раздел Китецле. Да. Дальше. Митсватея, в смысле, ее заповеди. Ее заповеди более сильные. Нет, многочисленные. Чем? Чем в других порошах. То есть там больше всего заповедей. Да, чем в Торе. Да. Микапель – это разделять можно? Нет, лекапель – это складывать дословно. Кипулин, кипулин. Это, ну вот, складки на одежде. То, что там по-русски называлось. Как этот шов посередине брюк? Как он назывался? Божа. Складки. Кант. Какой кант? Ну вот, офицерская одежда идет посередине. Нет, подожди. По шву, по шву. Ну да, но это не шов, конечно. Но вот туда, лекапель. Есть такие шоколадки детские, называются микуполин. Потому что они такие тоже сложные. Но он часто употребляет это слово. По-русски это не перевести так. То есть они включают в себя. Включают, вмещают, включают. Да, включают, вмещают. Так что улам и моло – это стандартное выражение. Это дословно мир и его наполнение. То есть включают в себя множество. Улам и моло – это красивое выражение множества. Это мир и его наполнение. А именно, раскрывают. Мимитсвад ше бен Адам ле маком в бен Адам ле хаверо. Между его человеком. Митсвад между человеком и его другим человеком. Я бы так сказал. Это стандартное разделение. Митсвад с Богом и ближним. Да, да. Это стандартное разделение всей сферы заповедей. Всех заповедей на две большие сферы. Все заповеди делятся на две сферы. Какая называется Бейн Адам ле маком и Минадам ле хаверо. Бейн Адам ле маком. Маком в данном случае… Всевышним. Всевышним. Между человеком и богом. Между человеком. По-русски. Вот красивый перевод. Бейн Адам ле хаверо. В издательстве, где я работала, Ман Адам, как раз вышла книга, она называлась Бейн Адам ле хаверо. Между человеком и его ближним. То есть, это вся сфера заповеди, когда сказано, например, когда сказано, не строй, не делай стуканов, это Бейн Адам ле маком. Правильно? Когда сказано, не воруй, не насилуй и так дальше, это Бейн Адам ле хаверо. Окей? Но еще не дальше. Еще какие? Еще. Какая? Еще. Винный хит ле ума. Ну, это, наверное, народом. Между народом и между… Между индивидуумом и народом. И индивидуумом и общество. И между мужчиной и женщиной. Между мужчиной и женщиной. Правильно, совершенно. То есть, вот в этом разделе у нас есть все. Из всех вот этого перечислено, здесь все это есть. Дальше. Бепетах. Бепетах. Бепетах, что в начале Пороша… Ну, давай прочитаем, давай прочитаем. Бепетах. Бепетах, проса, ану, бит, вадим. Да. Ле шарош, сугиед, кайвод. Коавод. Коавод. Коавод в крово. Кроход. Акроход. Акроход. Кроход. Ледат ха хаммим. Зе бе-зе. Давай переведем. Сейчас посчитаю на одном дыхании. Бепетах параша, бепетаха параша. В начале параши, наверное. Знакомимся, получается. Рассматриваем, наверное, три вещи. Митваадим – это означает, что мы здесь это признаемся, встречаемся. Литваадот – это признаваться. Это вот когда человек… Отсюда слово «ведуй». «Ведуй» – это отсюда же. То есть «ведуй», который делается признанием греха. Здесь имеется в виду не грехи, а имеется в виду, что мы как бы признаемся, встречаемся как угодно. Это вот смысл такой. Дальше. Встречаемся с чем? В три категории, наверное. Шалош, судья. В данном случае судья – это по-русски просто история. Вопрос, вопрос там, момент. Нет, нет, три болезненные истории. Да, три болезненные истории. А что такое «крохот»? Связаны. Да, связаны. Крохот. Связаны по мнению мудрецов. Да, «зуба-зуб», который сидит от нас другой. То есть есть цепочка. Да, и они начинают… Сейчас, секунду. Вот они все три. Все три, они находятся в кавычках. Почему? Потому что они так и вошли в обиход, их так и называют. Из каждой из этой истории… У нее есть свой лебель, у нее есть свое название. Первая история как называется? «Ишат, Ипат, Эшер». «Ишет, Ипат, Эфатор». Да, заслуженно красивая тетка. Но вообще, по-русски эта история называется «История о красивой пленнице». Потому что там речь идет дальше про пленницу на войне. Но здесь нет слова «пленница», здесь написано «Ишат, Яфатор». Почему? Потому что это все выражения, которые ключевые слова вот этих историй. Там сказано, что когда солдат выйдет на войну, и он увидит на войне кого она называется. Среди пленец он увидит, называется Ишат Яфато. Он среди пленеца увидит красивую женщину. Это Эшт Яфато. Следующая параша, как называется? Лисугия. Любовь. Нет, прочитай. Нет, прочитай. Нет, слуха, слуха. Это не ава? А гу-ва. Что такое Иш-а-ва? Что такое Иш-а-снуа? Возлюблен. Снуа – это нелюбимое. Еще что сказал? Любимое, нелюбимое. Если будет сын от любимой или любимой. Саш, ты правильно говоришь. Мы сейчас хотим точно это надо понять, что на четко эти два слова. Вот женщина, я слышал, сказали правильно. А у-ва, вы-снуа. А именно любимое и ненавидимое. Все. А у-ва, вы-снуа. Это как это по-русски называется? Наречие, правильно? Прилагать. А у-ва – это… Ну, да, они хотят, наверное, прилагать. Натан, Натан. Мне объясняла учительница большая, что снуа – это нененавидимое. Имеется в виду, жена сейчас одна любимая, другая – нет. Ее не ненавидят. Ее… Ну, так обычно и переводят. Ну, так обычно и переводят. Если будет одна жена любимая, а другая – нелюбимая. Ни кто не переводит. Я согласен с тобой, Беседер, но на юриде здесь написано снуа. И на самом деле там есть вот этот смысл. От того, что он сначала… Потом она ему сначала пригляделась, а потом она меньше пригляделась, а в конце он ее все-таки ненавидит. Понимаешь? Она хочет ее вынуть, и Тура говорит, ты вообще не имеешь права ее просто так выгонять. Мы сейчас не будем идти туда. Окей, скажи, любимая и нелюбимая. Я согласен с тобой, по-русски так переводят. И последняя. Да, и последняя. И сейчас снуа. Беседер, да. И последняя история, которая может быть самая жесткая. Какая? Ну, это сын непослушный и буйный. Бен Сореро Море. Буйный и непокорный обычно. Буйный и непокорный, да. Сореро, я думаю, от слова типа сэара, буря, то есть он бурный, да. А Море – это от слова лимрод, я думаю. Он действительно бунтовать. То есть он буйный, упрямый и так дальше. Окей? Натан, ну это же как раз все идет, как идет в прошедшем, что первое – это пленится ЕФА, второе – если есть буря, то я… Мы не дошли еще до этого. И все совершенно правильно говоришь. Мы только еще до этого не дошли. Сейчас будет дальше. Да? Поэтому, действительно, кажется, эти вот судьи, они, во-первых, коавот, то есть они болезненные, они все плохие. У них ничего хорошего нет. Да? И второе – они крухот. Они еще связаны одной с другой. То есть все некоторая цепочка. Это некоторая спираль событий, с которых из одного выводится другая. Если ты сделаешь А, получишь Б. Продолжишь Б, получишь В. Вот эти вот три все поршиваются. А, В. Окей, ну хорошо. Давай тогда прочитай еще, скажем, да, вот это Кашем и Курам. Кашем и Курам. И Парашат Бен Суэр Мура. Это будет еще раз повторяться, поэтому запомните. Бен Суэр Мура. И Стамэмэн Батацуа Мига Хрида. Не-не, Ма Хрида. Ма Хрида. Так, перед ним, знаете, вот Ма Хрида. А, подожди, а трепет, вот трепет. Ну, приводящее, можно сказать, трепет. Ужас. 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 Здесь ужасающе. Здесь ужасающе, да. Так, давайте, переводите сначала, товарищи. Давай, да. Кашем и Кулан и Парашат Бен Суэр Мура. Но самое тяжелое – это Параша о непослушном и больном сцене. Мы один раз перевели, мы поняли, что это такое. Да, это вот Парашат Бен Суэр Мура, которая… Заканчивается, наверное, местами в трудный… Ну, не сильнее, ужасающим, ужасающим, ужасающим как бы результатом. К результатам. Каким? Это просто выражение… Ну, побьют камнями. Ну, подожди, ну, хорошо, ну, прочитай. Ну, подожди, подожди. Воль, анашель, га, иро, бэй, ваним, вэ, имэт. Ванэт. Ну, подожди, ну, здесь стоят голосов, то есть ты просто реально все можешь нормально прочесть. У-р-га-му-гу, правильно? Р-га-му-гу. Что такое рагам? Мы уже просто сейчас вам как-то отговорили. Рагам – это, в современном виде, это рагам – это минометчик. Маргема – это миномет. Я думаю, что все, что летит по, как называлось, навесной траектории. В данном случае, лигром бы аваним – это закидать камнями. И в современном виде тоже лигром бы аваним – закидать камнями. Но, кроме того, это еще и миномет. Так вот, сказано, и закидает его камнями кто? Все люди города. Да, все люди его города. Бараним, камнями. И что с ним случится? Он умрет. Ну, а он бедняга умрет. Да. Окей. Ну, хорошо. Дальше. Яш, можешь читать дальше. Веафаль. Веафаль пи. Чиану моц им. Нехама. Ну да, это такое выражение, наверное, известно всей аудитории канонапарата. Мы можем догадаться, по смыслу, что это такое. Нехама пурта. Пурта в смысле небольшая. Слабое утешение. Ну да, слабое утешение по-русски, действительно. Бедиврей, хазиль. Хазаль, хазаль. Это опять мудрецы хазаль. Хазаль. Ше-кав-у. Ше-кав-у, да. Переведи, пожалуйста. Рафаль. Рафаль пише анаму ци-имна хама пурта. Бедиврей хазаль ше-кав-у, да. Несмотря на то, что... Да. Мы находим слабое утешение. Мы находим слабое утешение в словах мудрецов, которые утвердили. Ну да, которые утвердили, утверждали, восстановили. Это восстановили. Да. Это опять тот же самый. Бен-сурер-у-мурэ. Бен-сурер-у-мурэ. Ло ая. Ло ая. Вело атид лихьот. Вело атид лихьот, да. Даршо. Элла дрожь. Это приказание. Элла дрожь. Рекабель ша. Сахар. Ну, Сахар, денежки, зарплата, как бы, понятное дело. Ну, хорошо. Бен-сурер-у-мурэ. Ло ая. Бело атид лихьот. Что это такое? Ну, бунтующий непокорный сын. Ло ая. Не был. Не был и не будет. И не будет. Ну, не было и не будущего. Такого не будет. То есть, его не было и не будет. А зачем тогда вообще? А зачем? А вот зачем? Элла дрожь, ракабель Сахар. А именно, в смысле изучай. Изучай и получай вознаграждение. То есть, ну, как бы, имеет смысл простыми русскими словами. Такого не было и не будет. Прецедента такого не будет. Да, такого не было. И прецедента не было. И не будет в будущем. Тогда на вопрос, а зачем нам заниматься вещами, которых не было и не будет, тогда говорится. А для того, чтобы ты учил это, и тогда ты получишь вознаграждение. То есть, выведешь из этого какой-то урок. Чего не было-то, чего не было. А сыновья-то нет. Не было Сорэ-бен-сурер-мура, такого не было. А сыновья царя Давида что-нибудь отходит. А куда они все делись-то, я не понимаю. Не-не-не-не-не-не. Не имеется в виду, что не было негодяев. Не было такого, что... Не было, чтобы побили камнями. Не было такого, не было ни одного случая, чтобы родители... И не будет. Родители привели ребенка и сказали, он жрет, пьет, бейте его камнями. Такого не было. Ну да, это крутовато. На зидание. Ну да, на зидание как бы крутовато. А на зидание чему? А известно, я даже знаю ответ. Ну хорошо, скажи ответ. Ответ такой, что если ты пошел на войну и взял иноплеменную... Иноплеменную гойку и ее обрюхатил, то результат, скорее всего, будет неудачным. Ну, смотри. Я пытался лимон съесть пока что-то. Смотри, ты сказал это так грубовато, но смотри, Ханан Парад там дальше. Там, ну как бы, грубо говоря, более интересная история. Ну, в двух словах, то, что сказал, все правильно. Да, окей. Лучше... А там ничего не будет, кстати, про женщину. Там будет про этого сына. Ну да, но там он развивается по этим. Мне эта статья, как и все статьи Ханан Парада, очень-очень понравилась. Как было в предыдущей про Фискияков. Это не просто, как, скажем, приходят к лирикалу и говорят. Ты, парень, головой особенно не размышляй. Все, что на тебя случается, принимай это с послушанием и все. А там как бы все-таки была другая вещь. Там была шва, сила швы. Здесь тоже. Все начинается с Бен Солер и Муре. Ты сказал, что совершенно все очевидно. Да, не делай так, не делай так. Но я не буду забегать вперед. Но там снова проводится такая некоторая очень интересная парадигма, которая практически отрицает этого Бен Солер и Муре. Вот это вот очень интересно. Ну хорошо, это я вас пытался заинтриговать. Я читаю дальше. Миколь Маком. Миколь Маком. Мот-Ира. Да. Парашазо. Бе. Пину. Да, Бе Пину. Таам. Мар. Да. Ну переведи. Ну. Миколь Маком это пыль. Ну да. Мот-Ира это оставляет. Мот-Ира это глава. Да. Бе Пину. И Бе Пину. Но Бе Пину дословно это наши пусты. Пейтер вот, правильно? Оставляет что? Там Мар. То есть горький привкус. Горький привкус. То есть до этого сказали, что ребят, вы особенно голову не ломайте. То есть никогда такого не было и не будет. Но тем не менее, это оставляет какое-то неприятное ощущение. Насколько это релевантно в отношении нас. То есть, ну а к нам-то такое отношение. К нам, да. А нам-то вообще что? Да. Ве Лама, Алейну, Лидрош. Да. Ве Фалпель. Ну это пель-пуля. Такое известное выражение про стили диалогов в Талмуде. Пель-пуля это обычно имеется в виду как бы такая талмудическая дискуссия, которая ни к чему не ведет, которая дискуссия ради дискуссии, да. Которая, грубо говоря, у нас было слово «тахлис». Правильно, которого «тахлиса» нет. То есть из этого ничего не выводится. Как можно сразу выводить, а если такого не было и не будет. Значит, это просто, ну просто, как бы игра в шахматы. Этот сказал так, а тот сказал так, а этот сказал так и так. Называется пель-пуль. Но я вам вульгарно сказал, но как бы идея здесь смысл такой. Лама, Алейну, Лидрош, Велепалпель. Ну а слово пель-пель. Потому что острые слова, то есть такие, закрученная логика, да, бедавар. Шилу, Ая, Вело, Невра. Да, Лу, Ая, Вело, Невра. Это тоже такое выражение. То есть его не было и он не был сложен. То есть его никогда не было, грубо говоря. Лама, Алейну, Лидрош, Велепалпель, Бедавар. Шилу, Ая, Вело, Невра. Зачем нам? Да. Ну, Лидрош, вон в случае, как бы комментирует. Либо просто изучать и вообще толковать, дискутировать, да, в отношении чего-то, чего никогда не было. Правильно? Так, наверное. Окей. Ну, хорошо. Кто у нас следующий? Теперь мы, теперь мы, девушка. Давай. Так. Муд, Мудзакэ, Альямут, Хаев. Хаев, да. Вот послушай, сейчас секундочку. Остановись на секунду. Я тебе дам перевести, нет проблем. Это вот нам очень важно это понять. Почему? Потому что вот сейчас, начиная с антитеза, и она вся построена вот на этом выражении, которое выражение мудрецов, которое будет дальше продолжение. Поэтому очень важно его как бы понять. Значит, читаю за тобой. Ямут, Закай, ну, Ямут, Хаев. Пусть умрет невинный, чем вместо того, чтобы умрет... Ну, не совсем. Закай – это человек. Закай – это человек. Сейчас, секунду. Пока он не виноват. Смотри, есть антонимы, есть Хаев и есть Закай. Хаев. Но оправданный и осужденный. Правильно. Правильно. Ну, я уже вчера прочитала эту статью, вечером поздно читала. Правильно. Хотя здесь Закай, мы стараемся идти в нашем случае как можно ближе к прямому пониманию ибриду. Человек Закай – это человек, который был в суд, и он вышел... Оправданным. 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 Правданным. Здесь даже не оправданным, а довольно даже как бы праведником. Лучше, чтобы он умел как бы оправданным праведником, чем бы умер осужденным грешником. Вот это вот такой расширенный перевод. Окей? Те, которые ходят в банки в Израиле, они знают, что такое Закаут. Правильно? Закаут – это человек получает право на получение, например... У нас в России этого слова не было, но я знаю, что сейчас это и есть. Ипотека. Правильно? Но видите, ипотека – это мошканта. Окей? Ну и кроме того, конечно, это просто в суде. Когда был суд в отношении Ари и Дели, да, то вот ходили люди с плакатами, были демонстративы, где было написано. И все кричали – Узакай, Узакай, Узакай. То есть он невинен. То есть он не... Он... Его оправдают. Понимаете? Вот это вот наш заголовок. Очень интересно. Как он связан вообще с Бен Савреро-Море? За что его убивают? Чему его убивают? Вот это пытаются найти как бы какое-то объяснение логическое. Зачем надо его убивать? Хотя он реально, кроме того, чтобы нажраться на пиццу, пока ничего не сделал. Окей. Это просто смеху. Ну хорошо. Некудат Амуце... Некудат слегка. Ну хорошо. Некудат Амуца... Амуца... Амуца Тмуна Бешила. Вот это искомая какая-то, искомая точка. Исходная точка. Исходная точка. Исходная точка прячется в этом вопросе. А Литмон, Литмон, это прятать, да? Открывается в вопросе. Альма, Валама, Никзера, Альбен, Суреру, Маре, Митто. Митта, митта, митта. Митта это смертная казнь. Митта, ну я поняла. Словно кровать. Митта это не кровать. Это Митта, его это... Ну ладно, хорошо. В общем, Альма, ну за что и про что приговаривают к смертной казни. Правильно. Это я думаю, что цитата из Талмуда, потому что... Это из Раши. Ну он, видимо, цитирует, да, Талмуд. В общем, я помню, что он там только ли за то, что он украл деньги у родителей и съел этот Тартимар. Это мера веса некая. Съел там, скажем, кило мяса и выпил... Выпил там литры, не помню. И выпил, да, и выпил два литра вина. Лук, лук, это мера объема. Это мера объема, пол литра, что ли, там, по-моему. Тартимар, это мера веса. Тартимар, мера веса, да. Выпил сколько... Съел сколько-то мяса и выпил там сколько-то вина. Ну, нажался, напился, да. Но скила, как бы повиненные его побили камнями, был приговорен... Да, я думаю, что даже скила... Я не большой, я все не специалист, но думаю... Сбросывать со скалы. Есть разница. Есть вот это вот лигрон, лиргон, слегка бы аваним, это забросать камнями. А скила это от слова скала, вы понимаете? Сброшен со скалы. Да, русская скала это скила. Нет, нет, русская скала это совсем другое, но это не суть. Чему? Да, скала здесь скила, и со скалы сбрасывают. Ну, хорошо, но это просто амодисамонимы. Чему? Нет, я утверждаю, что русская скала это от скилы. Ну как, ну дословно, вот разбрасываются скалы, вот тебе скила. Хорошо, ладно. То есть он сам разбивается, его сбрасывает, его разбивает. Я знаю, что именно смертная казнь, это не как там в Иране, где-то человека закопали и побили камнем. Это была именно такая, что его сталкивали, он сам разбивает. Скила, по-моему, сбрасываются скалы. Ну, хорошо, окей, посмотри. Вначале смертная казнь ужасная, ужасная смертная казнь. Это очень жуткая, в общем, только за то, что он с ним съел, его прям повинен. Там наживался, напился? Чего человек? Наживался, напился? Сколько угодно. И обзор, и пьяница. Альшелла Зу, Анду, Хохамим, Ве Амар. На вопрос этот, как бы на вопросе этом стоят, стоят мудрецы и... Стоят, в смысле обсуждали, да, стояли, стоят, обсуждали, да. Бен Суреру Маре Нагарок Альшам... Нагарак, слеха Нагарак Альшам Суфо. О-о-о-о, да-да, вот это сильное отражение. В общем, этот буйный сын убит за, как бы, за конец его, за то, что... Ну да, за финал, за финал. За то, чем он кончит. Альшин Суфо, да, и причем еще Суфо, который не произошел. То есть, его убивают за то, то есть, развернутый перевод такой. Бен Суреру Маре, его убивают за то, что с ним могло бы произойти в будущем. Да, такое короткое выражение. Альшам Суфо. Хигио Торал и Суф, да, то. И, значит, подходит, подводит Тора к конечному, конечному этому, как бы, знанию. Я думаю, что Тора раскрывает о том, какое у него направление мысли, чем он кончит вообще. То есть, он еще не там, но Тора говорит, знай тебе, что он там будет. Все. Это называется Магиялы Суфда Ато. Так, Суф Махалэ, Суф Махала, Мамон Ави. Суф Шэ Мехалэ, Мехалэ, Суф Махалэ, я помню, что кончится, что кончится, что наконец кончится. Да, кончится. Мамон Ави, имущество отца его. Вэмэмакеш, вэ, леймудо, то есть, и будет он требовать того, к чему он привык. Ну, тут сколько написано, что это непонятно, это не имеет отношения к учению. Леймудо, в смысле, ургелон. Он промотает, сейчас, Аня, секунду, он промотает все достояние отца. А потом он будет требовать для себя, да. Для того, к чему он привык, а в жизни роскошно. Да, непомерные, я перевел непомерные расходы. То есть, он привык жрать и пить много, а денег-то больше нету. Жрать и пить хочется, как он уже привык. Вэ, ну, муцэй не найдет. Находит, да, что дальше делать? Вэ, умэд, бэ, парашат драхим, и встанет он на перекрестке дорог. Ну, да. Мэлистэм. Мэлистэм, да. Мэлистэм, да. Мэлистэм, это бриот. Да, мэлистэм, это лиски, лиски, это расходники. Да, грабить прохожих будет. Да, грабить прохожих, да. Амра, тура, ямут, такай, вэло, ямут, хаеп. И говорит, хаеп, да, и вот то, что сказала. Пускай умрет невинным, чем он виновным. Ну, не невинным, а в смысле умрет, да, умрет оправданным, умрет, да, когда он еще не дарит. Граб гматоталмут этот самый, это получается, что... Он сейчас жрет и пьет, он сейчас на уровне закая, правильно? За это он, конечно, поступает неблаговидно, но за это ему смертная казнь не полагается. А вот если он убивает и грабит этих самых, тогда ему, да, полагает смертная казнь. Так говорится, ну, подожди, но он-то сейчас еще не грабит, зачем же человека убивать за то, что он не сделал? Такого вообще не может быть. Человек отвечает за свои поступки. Нельзя человека наказывать на то, что он не делал, правильно? Ну, тогда такое странное выражение, иди, а то рады солдату. А то радам говорит, оставь, я точно знаю, чем он кончит. Он говорит, а как же его сейчас убивать? А потому что лучше ему, чтобы он умер бы праведником, а не злодеем. И все, ну, такая, ну, такая хотя бы модельная логическая ситуация. Окей? Но это уже фатализм. Что, что, что? Это фатализм. Мы перед Эзем читали, что... Поэтому мы говорили, что не было никогда такого противоположения. Подожди, это не связано. Ну, первая часть урока и вторая часть урока, они как-то противоречат одна другой. Ну, подожди, ну, может быть, да. Ну, в общем-то... Но сейчас здесь нет профатализатора. Это то, что человек падает по некоторой винтовой лестнице. Правильно? И вопрос... Да, но если... Ну, кто не сказал... Кстати, ты же знаешь, что молитва разбойника стоит выше, чем молитва праведника в последнее время. Я понимаю, послушай, мы же сейчас находимся в некоторой модельной математической ситуации. Правильно? Невозможно, когда ты строишь модель, ты можешь из любого, из Талмуда натыкать всякие штуки и говорить. Ну, а как же так? Тут противоположение... Подожди, сейчас это не то. Тут другая модель. Поэтому теоретически ты прав. Но практически мне правильно. Не нельзя, как бы, грубо говоря, делать салатным хупшеем. Если ты покупаешь эти самые фалаты, то он говорит, дайте мне салатов, сколько я захочу. И мы сейчас внутри некоторые модели. Нам важно ее понять. Окей. Почему? Потому что... Смотрите, вот... Ну, я не знаю, мы на самом деле все уже дошли до следующего урока. Надо останавливаться, по-видимому. Идея заключается в чем? Мы сейчас прошли про Бен Соррера Мурель, все поняли. То есть мы поняли логику мудрецов, да, которые нам объясняют, почему вообще теоретически хотя бы можно себе представить, что ему полагается смерть за то, что он ничего не делал. Сказать, чудовищная ситуация. Нам вот строят такую некоторую логическую схему. Но это не конец совершенно. Потому что в продолжении статьи, в продолжении статьи, человек будет приводиться прямо противоположная история. Не буду ее вам рассказывать. Хотите, почитайте ему русский перевод. Хотите, почитайте, да, в кривые. Но в одно слово скажу, приводится пример с Ишмаэлем. Когда пример совсем другой. Совсем другой. Когда здесь наказывают смертью за то, что он еще не сделал, а Ишмаэля с Агари в пустыне спасают за то, несмотря на то, что с ним будет в будущее. И вот тогда вот этот вот разбор этих двух дихотомийных ситуаций, он очень интересный. Почему Ишмаэля спасают? Хотя в дальнейшем, да, он причинит, его потомки причинят очень много бест. И в том числе там сказано, что будут убивать твоих сыновей, в смысле евреев, жажда, а ты спасаешь его от жажды. А с другой стороны, Бен Сурерамуре, который пока ничего заслужившего смерти не сделал, его убивает. И вот эти вот две вещи, они, две отрицающие ситуации, они будут, нам будет Ханан Парад пытаться вместе с Хазарь это объяснить. Почему с Бен Сурерамуре это смерть, а в случае Ишмаэля спасение. Окей? Ну хорошо, мы на этом заканчиваем, правильно? Спасибо. Да, давайте только, может быть, если мы сможем, просто я озвучиваю, поскольку на следующей неделе в Йомри Шон я не смогу проводить занятия. А еще через один, это Росшана, я предлагаю, например, провести, если есть желание, дочитать эту статью, она небольшая, в любой день на этой неделе. Например, Йомр-Ви. Если хотите, можно встретиться в Йомр-Ви. Ну и соответственно. Что-то в среду, нормально в среду? Да, в среду, правильно. Давайте обсудим это в Телеграме быстренько и как бы подготовимся. Если да, мы в Йомр-Ви дочитаем эту потрясающую статью. Хорошо? Заканчиваем на этом? Спасибо. Все, всем счастливо, пока, Аня. Мы переходим правильно в соответствие в другое мероприятие. Пока. Только Батуми – это Аджария, а не Сванетия. Что ты говоришь? Батуми – это не Сванетия, это Аджария. Ну подожди, ты во всем права. Ну это да. Аджария, это Аджария.